так я рад что мы все слышим меня вчера были люди которые начали писать о том что у них начались проблемы то есть задыхаться большое сердцебиение давление поднялось это был не один человек это было несколько человек это было спровоцировано тем что я сказал во время занятий что я поработал сердцем увеличил его сокращение человек сам себя начал накручивать и так далее ну и конечно наше сегодняшнее занятие или первый день нашего занятия 3 дня утреннее занятие оно будет посвящено некоторым элементам которые вообще-то называется одним словом это состояние психических отклонений или по-другому тревожное расстройство как определить тревожное расстройство что при этом необходимо делать как помогать психически больному себе как помогать психически больному кому-то с чем это связано как правило какие симптомы возникают и что это такое с позиции эзотерики думаю данная информация может быть полезной и очень интересной для всех людей которые здесь находятся дабы определить является ли это проблема опасно или эта проблема является не опасной эзотерические мотивы решения данной проблемы почему спровоцировали наши практики появлению данной проблемы и сегодня будем это все успокаивать что и как проявляется тревожность она проявляется в виде или в ряде нескольких симптомов давайте я эти симптомы вам прочитаю это я специальных для себя ночью на телефон выписал это учащенное сердцебиение тахикардия и дыхание для того чтобы ускорить процессы обмена для эффективной работы в условиях повышенной нагрузки вообще любые проявления те о которых я буду вам сейчас читать это есть следствием выделения адреналина это всегда выделение адреналина что выделяет адреналин адреналин выделяется всегда нашими надпочечниками наши надпочечники они реагируют на любую активность нашей гормональной системы то есть по-другому это может быть выделение гормонов одним из инициаторов появления гормонов гормона адреналина является триггер возбуждения психического которое обычно вызывает или включает реактивное сознание которое в дальнейшем должно либо отказаться от визуального от отказаться от действия либо выполнить действия то есть реактивное сознание но может влиять на то что человек увидел картинку там какую-либо сексуальную или картинку раздражающие ли картинку еще какую-то и один человек может активно поддастся и начать это делать что-то другой подумать об этом и отказаться 3 не обратить внимание это зависит от того насколько активно работает его но сейчас не об этом и так выделяется адреналин как правило всегда у людей у которых есть те симптомы которые я вам сейчас зачитаю это люди которые склонны к тому чтобы выделялся адреналин и так это симптомы тахикардия то есть внезапно забилось сердце увеличилось сердцебиение активным стало дыхание появилась поверхностное дыхание то есть вам начинает казаться что вы начинаете задыхаться также появляется ощущение такое что вам требуется больше кислорода на самом деле у вас это задых отдышка или от задышка она происходит потому что у вас наоборот за счет адреналина увеличивается концентрация кислорода в крови то есть если взять вас и обычного человека то концентрация кислорода у вас в тысячи раз больше чем у обычного человека и ваши задыхаюсь на самом деле не приведет вас к тому чтобы вы задыхались потому что уровень кислорода у вас в этот момент повышается до невероятных пределов но мне можете не верить неприятное ощущение в конечностях это ощущение как будто у вас колики также начинает пульсировать и болеть в третьей чакре это называется спазм нашего блуждающего нерва также может появиться рвота в этот момент то есть человеку кажется что он вырвет потеряет сознание но к сожалению как бы вы не стремились к тому чтобы потерять сознание вырвать у вас ничего этого не произойдет это все надуманные моменты и конечно же сейчас об этом расскажу очень часто у таких людей появляется спазм шейных артерий появляется сильнейшая головная боль такой человек говорит уберите головную боль на самом деле это тревожное состояние такие люди жалуются на ком в горле прям сейчас вспоминаю женщина одна вчера писала у меня ком в горле у меня шея спазм я начинаю задыхаться андрей что это такое андрей андреевич отвечает если вы готовы это услышать у вас адреналин зашкаливает и у вас паническая атака вызванная тревожным расстройством вы просто болеете психическим заболеванием и вы психически нездоровые человек никаких претензий мы все психически нездоровые тем не менее ком в горле ощущения будто не можете проглотить и кота появляется а не менее языка отека языка першения и так далее появляется жажда сухость во рту человеку кажется что прямо все время хочется пить нет слюны кашлять хочется покашливание появляется раздражительность человек бесконечно быстро выходит из себя это говорит о том что активировался реактивный ум головокружение происходит деперсонализация до реализация что это такое появляется нереальность то есть весь мир потемнел перед глазами пелена хочется открыть в помещении холодно хочется открыть все форточки появляется потливость руки становятся влажными мокрыми жарко становится температура повышается до 37 с половиной градусов человек начинает реагировать на сигнализацию на шорох его раздражает телевизор во время того когда читает книжку ничего не может понять засыпает и так далее почему это происходит стрессовые события генетика теперь что же это на самом деле и чем это все согласно эзотерике убирается и почему вчера произошли вот такие моменты человек устроен по принципу продолжения послушайте это внимательно я сейчас дам на все ответ а давайте начнем с таблеток если вы не можете с этим справиться то я выписал для вас курс препаратов которые сто процентов сможет вам помочь сто процентов сможет вам при сможет вам быть полезным и помочь это определенные препараты их очень несложно купить сейчас я открою это препарат пароксин дозировки 20 миллиграмм афобазол в дозировке 10 миллиграмм принимать по одной таблетке два раза в день афобазол и пароксин афобазол и пароксин психиатру не нужно идти сейчас я расскажу что делать и вот эти все моменты они полностью исчезнут сейчас вы все поймете вот эти состояния а вот этим два препарата это препараты альфа адреноблокаторы которые мгновенно устраняют действие адреналина на человека теперь почему адреналин возникает и что это такое откуда вы это берется с чем это связано что собственно говоря это такое смотрите повышенная тромботизация сосудов ставите тире пишите адреналин высокий приступы ком в горле кашель резкий также там стрессы не можете не раздражаться кто-то есть неправильно это все у вас стрессовое состояние которое может перерасти в тревожное состояние которое может перерасти в дальнейшем в тяжелые заболевания маниакально депрессивный психоз в психозы и даже более сложные заболевания там деле реализацию делеризацию делирий и так далее то есть эти все вот состояния которые возникают у вас они как правило связаны с вашими тревожными компонентами вызванные выделением адреналина что в нашем организме контролирует адреналин и что контролирует этот адреналин почему осенью и весной появляется адреналина больше чем в любое другое время и для того чтобы объяснить это я вам сейчас буду говорить об эзотерике и о торможении наша жизнь она связана с двумя качествами это наша энергетическая задача которую ставит наши которую мы ставим себе на протяжении жизни а также ставят наши родственники которые жили у нас в роду то есть если рассмотреть человеческую жизнь то люди которые умерли внезапно умерли от онкологии любым убили этих людей то есть в вашем роду были вот такие люди данные люди они не дожили и они их энергетическая структура влияет в дальнейшем на вас зачем она и что она хочет она влияет на вас чтобы у вас был эффект и желание размножения чтобы у вас была реакция как можно больше оплодотворить женщин если вы мужчина как можно больше с кем-то переспать если вы женщина потому что вас появляется тот элемент который называется продление рода и этот элемент он отягощается тем что в вашей семье были люди которые внезапно умерли умерли от насильственной смерти и так далее сегодня я этот это все поубираю и сниму и вас отпустит вот прям сто процентов вам говорю на энергетическом плане это проявляется в виде того что вот в том между ступней появляющиеся белым светом появляется яркий белый свет который появляется вокруг человека когда этот яркий белый свет появляется вокруг человека то у человека появляется молодость у него появляется стимул продолжить род свой то есть вчера когда я сказал мы должны стать моложе я еще и подразумевал что у вас появится стимул какой сексом заниматься спортом заниматься быть более активным человеком а вы уже готовы на отмирание то есть вы уже готовы лежать ничего не делать думать о боге и так далее в общем конец вам уже секаса не надо и вам уже дети не надо и вам уже ничего не надо вам надо теплая грелка тихая музыка тихий русский сериал про любовь со слезами и так чтобы вас никто не шевелил между приемом пищи там просидеть на одном стульчике там пролежать на одном боку и так далее и это для вас главное чтобы вас никто не трогал вы свою миссию завершили и так далее но это конец миссии она рано или поздно приведет к полному остановку остановки жизни то есть нет задач нет цели единственная цель теперь духовное развитие которое вообще непонятно что и к чему это приведет тоже непонятно но вы думаете что к чему-то приведет на самом деле это всего лишь такой образ мышления просто он у вас будет как ура бороз вечно гоняться за своим хвостом понимая где-то что вы что-то понимаете где-то будете понимать что в чем-то ошибались и это и называется духовное развитие вечное окружение за своим хвостом в надежде его укусить так никогда и не догоняя его вечное движение по кругу ура бороза тем не менее вернемся все-таки к теме когда у человека зарождается желание жить то у него появляются те симптомы которые возникают у детей это симптомы тревожности как мы их воспринимаем спокойном образе жизни но за самом деле это никакая не тревожность это желание жизни желание оплодотворять желание создавать желание открывать желание петь и танцевать это молодость ничего из песни слов не вы не выбросить но это все выделяет адреналин вчера когда вам немножечко молодости подкрутил то у вас начались выделение адреналина и начались панические атаки и состояние тревожности вокруг человека же находится мир это будущее и будущее должно что-то давать именно поэтому чем человек сильнее чего-либо хочет своей жизни хочу новую квартиру адреналин выделяется я хочу новую машину адреналин я хочу быть молодой адреналин я хочу адреналин говорите я хочу для детей тире ставки пишите адреналин я хочу быть счастливой тире ставки адреналин я хочу чтобы в мире не было войны ставите тире адреналин адреналин заставляет человека шевелиться и адреналин он должен выделять перед тем как выделиться адреналин должна произойти вспышка либо и разрядка в виде сексуальной разрядки либо психоэмоциональной разрядки и человек должен шевелиться что не дает ему шевелиться и здесь есть два элемента человек хочет но у него не происходит реализация почему у него не происходит реализация потому что если хотят половые органы если хотят надпочечники то реализация происходит через щитовидную и пара щитовидную железу чем сильнее девочка хочет тем больше у нее появляется гипофункции щитовидной железы самое важное для мага который работает активно с людьми это знание того как купировать и подавлять адреналин чем подавляется адреналин адреналин помните говорил что если у человека адреналин то человек становится адреналиновым нервным а если человек хочет чтобы у него адреналин купировался его купирует два гормона в нашем организме это йод и кальций d3 йод и кальций d3 у вас есть раздражительность тревожное расстройство комок в горле нервные состояния на фоне приема чего этом говорил на фоне приема парокситина на фоне приема можно сираквеля необходимо начать принимать в большой дозировки кальций d3 также препарат цитрат кальция и препарат йода слава богу йод продается в таком виде калия йодит йодамарин принимайте йодамарин каждый день по одной таблетке три раза в день для мужчин только увидели какую-то там голую только увидели там какую-то часть тела полуголова и у вас сразу же реактивное желание возникает не хватает йода на ночь хотите кушать не хватает йода не можете никак остановиться только подумали о еде уже слюни вытекают кальция не хватает d3 йода не хватает и кальция цитрата не хватает или карбоната кальция таким образом вы должны знать что прямо если хотите быть спокойными человек говорит ой я хочу чтобы скоро у меня была новая квартира а потом у него раздражительность на весь мир ой я ненавижу я не люблю бесят и так далее и вам нужен витамин d3 и вам нужен кальций паша кальций без витамина d3 не формируется человек говорит андрей андреевич но я а как заменить йод хотите заменить йод есть хороший способ берете 100 граммов морской капусты ложите в блендер взбиваете это все и добавляйте туда йогурт или творожок или йогурт и творожок вместе и после этого ложка эти 100 граммов получится 150 граммов съедаете я это не могу делать через там выпить коктейль потому что вот в морской капусте самое большое количество йода 100 граммов полностью удовлетворяет дозировку человека можно вместо 100 граммов 50 граммов как долго принимать если у вас уже сейчас тревожное расстройство и вы не хотите чтобы в течение года всего у вас не было этого тревожного расстройства но вы хотите при этом быть молодой а не старой теткой и хотите чтобы ваши желания у вас исполнялись то делайте так берете 100 граммов или 50 граммов морской капусты сделали в блендере жидкость добавили туда какую-нибудь жидкость чтобы можно было выпить это все и залпом это выпиваете второй вариант я допустим морскую капусту пить не буду почему не могу себя заставить но я могу выпить препарат йода марин диагид йогид калия и препарат йогид калия вместе с витамином d3 в дозировке 1000 миллиграммов и обязательно с этим препаратом препарат цитрат кальция или препарат любой цитратной формы которые можно приобрести в аптеке ой выключился кроме глюка нато потому что глюканат у нас почему-то не усваивается если вы будете принимать если у вас сейчас тревожное расстройство то вместе с парокситином начните принимать йода марин и начните принимать d3 и принимать кальций уже до конца этого семинара у вас вот этих состояний не возникнет почему они возникли как с ними бороться когда у вас возникает это состояние то у вас появляется ощущение первое ощущение я задыхаюсь ком в горле высокое давление я сейчас умру это тупик вы пришли к тупику о чем же нужно делать думайте дальше я умру кто меня похоронит может я завоняюсь все вы уже барьер этот перешли я умру кто будет смотреть за и моими детьми я умру моя мама будет горевать а если она будет горевать то тоже начнет себя плохо чувствовать я умру а как же имущество кому я его передам ну и так далее то есть вот таким образом продолжайте я умру и завоняюсь вот так то есть не останавливайтесь на том что вы умрете у меня остановится сердце хорошо остановится сердце оттяжелеет руки вы задохнетесь упадете после этого что а дальше вас найдут соседи перевезут в морг потом закопают кому достанется квартира квартира достанется или а кто же будет оплачивать оплачивать будет она главное не останавливаться на точке что я умру а то я умру я умру я умру а дальше так вот это называется когнитивным равновесием вы упираетесь в умру 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 у меня руку отнимет руку отнимет кто будет за вами смотреть думайте не о том как руку отнимет о том как или кто будет за вами смотреть вот у меня руку отнимет хорошо дальше что отнимет руку и не смогу этой рукой есть хорошо дальше что не смогу есть не смогу поднимать и не буду никому нужно хорошо кому ну не нужно я не буду нужна детям а сейчас нужно не нужно ну ты уже и так не нужно никто я не смогу устроиться на работу хорошо как же ты будешь жить я буду жить на то что я буду побираться отлично где будешь побираться буду побираться просить у знакомых чтобы они там как-то помогли на улице песни петь но вот так продолжайте не останавливайтесь на том что рука Вот если вы уже решили, что она отнимется, то после этого скажите, она у меня отнимется, потому что будет инсульт, или я буду парализована. Хорошо. Ты будешь парализована, будешь лежать. Кто будет тебе помогать? Не знаю. Придумай кто будет. Соседи будут помогать. Будут там какая-нибудь служба будет помогать. Начнут меня выселять. Выселят. Куда ты поедешь? Повезут меня дети там. Буду лежать, буду умирать. Отлично, когда умрешь, кто будет хоронить? то есть вот таким образом это единственный способ который даст вам решение потому что если вы свое сознание упираете рука отнимется там голова заболит и так далее то это не решение а когда вы дальше пойдете вы поймете что это глупо я хочу вам сказать что если у вас ощущение ком в горле давление температура знайте это самое простое заболевание от психических заболеваний не умирают кроме как от шизофрении если увы не суицидальник то вы не умрете я это вам гарантирую как человек давно в своей жизни занимающийся психиатрией прям давно я понимаю о чем вы говорите понимаю как это устроено вчера когда нужно было запустить молодость я шел на это я понимал что у нас все психи начнут дуреть и началось с 10 часов срочно дуйко позовите на кой вам дуйко психиатр вам нужен психиатр и не таблетки от давления таблетки от адреналина высокого купите эти таблетки которые будут снижать адреналин и пейте их альфа адреноблокаторы и бета адреноблокаторы пароксетин пироксетин какие там еще есть у нас но это те которые можно приобрести без рецепта любые успокаивающие вещества а также начните уже будьте добры принимать все таки йода марин кальций d3 они все свободной продажи продаются не смотрите фильмы где вас там что-то раздражает думайте о будущем начинайте как только приступ начинается делайте выдохи длинные а вдохи короткие выходите на улицу когда вам очень холодно или очень жарко и смотрите и проговариваете что вы видите я вижу дерево я вижу людей я вижу еще что-то в голове я умру я умру но умрете похоронят снова говорите я вижу машину я вижу солнце заходит вот что делаете это продолжит вашу идею а так вы упираетесь в эту идею у вас появляется тупик далее мах вчера создал условия при котором изменится жизнь внешняя и я здесь делал так что а у вас же там много желаний эти желания должны желание ваших предков они должны реализоваться через вас и у вас пошло свечение снизу я уже вечером когда выключил взялся за голову и думаю зачем оно мне нужно зачем мне нужно чтобы вы старые бабулечки будучи молодыми но уже старыми внутри будучи молодыми и внешне молодыми но такие уже там сгнившие в середине зачем вам мечты вам надо теплая грелка мне надо как кашпировский все тепло все хорошо успокойтесь вздохните почешитесь съешьте конфетку знаете как легко вас вылечить каждый день ешьте все что хотите только алкоголь не пейте спите по 6 часов днем на наших занятиях по два часа гипноза со сном все и вы успокоитесь придете в нормальное состояние поправитесь на 6 килограмм во время этого всего и после этого нормально скажите о дуйко какой молодец но дуйко полез вас омолаживать я говорил что никогда этого не делал вот скорее всего и делать больше не буду она мне надо вообще зачем она мне надо слушайте ужас тут родина в опасности знаете я пошел с молодостью этой зачем она мне надо конечно сделал сам себе глупости сегодня тоже по вылазила придется это все закручивать и проводить обряды с преподношениями и говорит что мы эту миссию вы свою миссию выполнили мы свою миссию выполнили а все остальное наши дети выполнят и так далее то есть будем сегодня вот эти обряды проводить будем закрывать снова вот эту дырочку которая делает вас молодыми чтобы вы были как всегда так капец стали стревоженными йода йода актив йода марин морская капуста но обязательно с витамином d3 по другому ну никак начнете сегодня вообще вот самый простой способ сегодняшнего дня перестать чувствовать панические атаки это парокситин одна таблетка два раза в день йода марин или йод актив одна таблетка два раза в день 50 граммов морской капусты кстати на каждом следующем марафоне вы будете есть у меня по 100 граммов морской капусты два раза в день запасайтесь а также будете обязательно будет у нас голод с рисом морской капустой и кальцием то есть это творог 100 грамм творога 100 граммов морской капусты как хотите у вас панические атаки по ночам не спите 200 грамм морской капусты 200 граммов творога полкилограмма огурцов потому что огурцы помогут быстрее усвоить и 4 таблетки d3 все решение есть вот оно хотите чтобы это было делайте начните есть творог большом количестве начните принимать витамин d3 начните принимать йод содержащие продукты в виде морской капусты уже через один день никаких панических атак даже осенью и даже весной не будет обычно у людей которые много всего желают ставят большие цели имеют желание имея при этом а тех где отягоченную карму умерли насильственной смерти родные умер кто-то от онкологического заболевания у человека появляется сексуальная активность появляется желание и начинает барахли щитовидка ей не хватает йода ей не хватает йода ей не хватает витамина d3 для пара щитовидной железы и ей не хватает кальция этому человеку поэтому и сердце колотится кальция нет оно должно сокращаться а там нет кальция не чем сокращаться наша кальций приводит к сокращению при этом человек думает вот нужно там сексуальную активность увеличивать тогда мне отпустит не отпустит потому что это все адреналин адреналин надо адреналин люди спрашивают андрей андреевич тромбоз как лечить кальций йод панические атаки депрессивные эпизоды кальций йод так что все кальций йод согласно эзотерике если эзотерик занимается эзотерикой он мечтает мечтает программы ставит ставит читает какие-то коды вот смотрите когда вы читаете коды у вас кальций йод и магний исчезают поэтому человеку который занимается как я эзотерика необходимо высокое количество приема йода кальция если вы замерзайте при этом то еще и калия хорошо что препарат есть йодамарин там в нем есть калий йодит мы сейчас тоже будем выпускать отдельно калий йодит будет у нас называться йод йод и д будет еще одно йод д д по поводу по поводу чё там пить перекись и остальное скажите мне давайте договоримся сегодняшнего дня вы перекись не пьете вообще не нужна она вам те кто не дышит перекись водорода не нужно поэтому отменяем второе по поводу того что там нашатырный спирт нашатырный спирт пусть пьют те у кого повышается температура если у вас температура повышенная или повышается пейте нашатырный спирт если она у вас пониженная не пейте нашатырный спирт убирает кислотность крови высокую если у человека сниженная температура тела то у него кислотность пониженная если повышенная то кислотность повышенная поэтому случае если у вас низкая температура тела то вам не нужно принимать нашатырь случае если у вас высокая можете принимать как снизить температуру человеку который очень сильно температуре можно 10 капель нашатыря на стакан воды выпить после этого через пять минут температура снизится очень часто температура повышается во время того когда печень увеличенная и так далее как только тем как только выпивает человек температура снижать далее когда у вас появляются панические атаки что нужно делать делайте выдох длине вдох короче почему когда человек делает длинный выдох у него происходит выделение углекислого газа и кислород усваивается потому что в момент того когда у человека появляется задышкой паническая атака ему нечем дышать ком в горле то это говорит о том что у него очень увеличился кислород в крови для чего чтобы этот кислород начал усваиваться высокое содержание кислорода помогает человеку подавить адреналин в теле именно поэтому человек который начинает задыхаться у него паническая атака тахикардия там то он должен делать длинные выдохи короткие вдохи проснулись ночью не можете спать что вам нужно огурцы творог морская капуста у вас на протяжении дня ком в горле что вам нужно творог морская капуста кальций d3 и огурцы огурцы тут причем есть тайна в огурца какая же это тайна андрей андреевич если есть огурцы то увеличивается усвоение и кальция и йода и кальция и йода но огурцы надо есть обязательно с творогом тогда ваши кости будут сильными и крепкими вы тут пишите программа молодости нравится отлично да ничего не буду менять это я не запугивает а просто так враж вошел все в порядке у меня бывает заскок я не болею депрессиями и тревожностями я не знаю что такое я болею маниакальными состояниями мне если что-то накрывает что мне нужно сделать я не могу остановиться я могу думать чтобы вы понимали по 5-6 лет вот это у меня заскоки вы представляете то есть если есть люди маниакально озабоченные моя мама говорила да что ж ты за человек если в голову что-то западет так долго об этом думаешь я думаю иногда о чем-то по 5-6 лет вот в этом году там у меня был вот этот семинар ментальный был семинар про построение слаги магов вот я его вынашивал там 7-8 лет представляете по чуть-чуть думал об этом по чуть-чуть там вот сейчас есть семинары которые еще не опубликовал я об этом еще думаю то есть вот это все у меня постоянно там шевелится при этом какие-то идеи там я хочу запустить линейку с запахами то есть разные парфюмированные там эти штуки и вот она как одержимость у меня плавно всех давлю плавно постоянно этим озабочен плавно вот я могу ночью лечь ее там отвлечься книжку почитать заснуть по 6 не отвлечься то я могу об этом думать бесконечно секс и так далее это слишком просто для такого человека как я этот прям слишком просто там для меня даже в молодости это было просто то есть не было таких вот омрачений озабоченности и так далее а во взрослом возрасте нет мне тоже не нравится то есть у меня там там другие женщины и тогда нет нет вообще не почему меня вдохновляют другие задачи а вот те которые вдохновляют они мне могут вдохновлять сильно и долго то есть это мега задача не мне мега вдохновляет мне хочется жить это мега программы потом щитовидка ей не хватает и там и кальция не хватает все нормально вот моя жена очень много думает о том как она что-то создаст я говорю пей d3 ешь кальций кушай обязательно йод вот сейчас приедет ночную йодом кормить есть заскоки теперь вы знаете если есть заскоки хотите я хочу замуж а где ваш кальций и витамин d3 и где же ваша йод хотите почему у меня не получается ничего йода не хватает йода не хватает я полная да не хватает почему я не могу почему всех квартиры если у меня нет почему говоришь йода не хватает морскую капусту ешь можно помочь шизофрении голоса в голове перешептывается и так далее йода не хватает кальция d3 не хватает и не хватает кальция начните это все ей давать если сможете это в нее запхнуть один полтора два месяца и будет другим человеком вот обещаю делал такую систему обратился человек виктор елена на протяжении 10 лет пробовали лечить его всеми препаратами лежал там 78 раз психиатрической клинике и так далее после чего говорю ему давайте сделаем исследование щитовидной железы которая показала что у него щитовидная железа имеет гипофункцию при этом при этом сам иммунитет антипероксидаза аутоэпероксидаза увеличена там десятки раз то есть это говорит об аутоиммунном тиреодите в ходе которого аутоиммунная система работает со всей силы то есть машина разогналась а йода не хватает то есть не хватает бензина то есть мозги разогнались желание разогнались адреналин зашкаливает а бензина нет и поэтому у него вспотевание утренние приступы тревожности тремор дрожание в горле там пересыхает и тогда он говорит андрей андрей что же делать я говорю виктор вам надо йод содержащие продукты он говорит я не могу морскую капусту у меня найдет аллергии так далее после этого сделали для него фукус препарат такой начали давать ему фукус он брал столовую ложку фукуса это синяя водоросль пока растворял ее не растворяла смешивал с теплым молоком и четыре раза в день пил очень есть хорошее средство называется яичный порошок берете яич берете обычную яйцо разбиваете отделяете его вернее взбалтываете его и перебалтывайте потом берете его на противень кладете бумагу после этого на нее эти яйца высыпаете ставите духовку с приоткрытой дверцей так чтобы этот яичный порошок у вас вернее это яйцо высыхало данное яйцо на бумаге высыхает вы его сошкрябываете и получается у вас самый настоящий яичный порошок перетирайте его этот яичный порошок одна столовая ложка три раза в день вот в этом яичном порошке находится и кальций d3 и кальций и йод в большом количестве три столовые ложки в день можно с молоком без молока можно детям будете давать детям будут спокойны будете давать шизофреникам вылечиться и так далее дальше сухое молоко можно взять сухое молоко напополам с яичным сушеным порошком добавить туда порошок из морской капусты и делаете коктейль дома взяли там йогурт или взяли молоко добавили туда три столовые ложки вот этой смеси взболтали добавили мед или соль как вы там любите и выпили дали своим детям дети вырастут здоровые красивые спокойные как отраженная луна от поверхности воды или бамбук такие же ровные красивые большие как мой славон зоя тюка очень плохо себя чувствую но очень спала плохо чувствую хорошо вы чувствуете вы спите плохо потому что у вас мега задачи мега обиды мега цели и надо реализовать их у вас получается все время долбает вас адреналин долбает вас адреналин ничего не можете сделать так долбает что спать невозможно как же с адреналином если вот так колбасит спать можно приходят женщина я не сплю конечно в тебе адреналина сколько что делает адреналин адреналин повышает свертываемость крови а если адреналин повышает свертываясь кроме крови что будет тромбозы будут варикозы будут кровь густая будет чага да у густая кровь сами аспирин пить нет не аспирина что кальций магний йод и калий и цинк еще а я забыл забыл сказать отеки сегодня должны были пойти не переживайте сегодняшнего дня вчера я произвел вот это выворачивание сегодня уже все будет у кого сегодня отек в течение дня ничего не едите вообще ничего не едите воду не пьете один день так как будто вы на необитаемом острове только вечером можно будет один-два стакана воды выпить и не есть уже то есть есть отеки ничего не едите не пьете из медицинских препаратов сегодня можно витамин c при рассеянном склерозе тоже самое йод содержащие препараты до при рассеянном склерозе при боковом аметрофическом склерозе и так далее все это одно и то же магний нужно а обычный йод можно вчера говорил по каплям пить вот так но лучше всего все-таки принимать его в виде морской капусты кальмаров сушеного яичного порошка трески молоко сухое можно воблу горбушу камбалу кету лосось тунец скумбрия сельдь желток куриного яйца ставрида угорь сырые сырые куры сколько нужно куриных яиц выпить чтобы восполнить йод чтобы восполнить йод 10 прикиньте 10 а вы же не сможете выпить 10 а сколько нужно сколько нужно морской капусты 50 граммов 50 граммов москвы капусты это 150 миллиграммов 150 миллиграммов йода 150 миллиграммов йода человек должен получать ежедневно ежедневно если у него гипофункция или очень слабый иммунитет если человек болеет аутоиммунными заболеваниями сахарный диабет 1 2 типа заболевания канавалова вилсона заболевания надпочечников там какие-нибудь там синдрома шагрена там и так далее то есть вот эти все процессы там аутоиммунный тиреоидит и в этих всех случаях человек должен съедать 300 должен съедать 100 граммов морской капусты 100 граммов морской капусты или 100 граммов кальмаров но с кальмарами не все так легко дело в том что от кальмаров как ни странно женщины поправляются я в том что кальмары очень активно влияют на выделение прогестерона а прогестерон от него женщины поправляются и он необходим вот смотрите женщины говорят у меня прирастает эндометрии потом появляется там проблемы эндометриоз и так далее что мне делать а это у вас появляется выше вы начали худеть и ограничивать себя в питании прогестерон перестал выделяться и что нужно такой женщине посоветовать каждый день 100 граммов кальмара начните есть каждый день 100 граммов кальмара на протяжении двух-трех месяцев у вас начнет вновь образовываться правильно эндометрии и будет нормально выходить не будет болезненных месячных не будет ничего женщина горит очень болезненные мечные не надо худеть не надо так переживать а что же делать кальмары ешь морскую капусту можно брать таблетку там какую-нибудь какие таблетки есть там лирика до в которой находится прогестерон отламывать часть таблетки и ставить вагинально себе если есть там проблемы эндометрия попадет прогестерон вагинально проникнет через шейку матки в матку и будет в матке создавать условия при котором больше не будет эндометриоз формировать передозировка от йода бывает передозировка от йода высокая температура случае если передозируете йод то будет высокая температура вообще как определить выпиваете йод содержащие продукты появляется настроение успокаивается тело ощущение будто все тело нагрелось многие писали андрей андреевич у меня очень сильно у меня ощущение будто все тело холодное все время замерзают ставите тире пишите не хватает йода не хватает йода задыхаюсь как будто не хватает ночью спать не могу сердце колотится ставите тире пишите не хватает кальция и витамина d3 пожалуйста как правильно маслом пользоваться сколько полоскать по времени потом как набрали чуть-чуть масла вот так перед зубами между зубами потерли выплюнули что это такое у нас здесь находятся слюны и железы они закупориваются при заболеваниях герпеса и для того чтобы один из способов убрать герпес это убрать его со слюных желез при если здесь слюны и железы инфицированы герпетическими заболеваниями называется герпес слюных желез она никак не проявляется просто слюни не выделяется появляется пробки и гланды появляется увеличение лимфоузлов и так далее что нужно убирать нужно полоскать маслом слюни начинают выделяться лизоцин формируется убирает проблемы гастритов попадает желудок устраняет герпетические заболевания постоянная инфекция в виде стал филококка и герпеса не возникает и не накапливается в слюной железе человек начинает себя лучше чувствовать исчезает гайморит ну вот вам и сколько полоскать во первых нужно полоскать маслом хорошим горьким льняным или или там из мелких семечек вот у нас продается в нашей компании масла рыжик есть такое масло но вонючая прямо такое там ужас вот им хорошо полоскать льняным маслом оливковым маслом нерафинированным горькими сортами горькие должны быть горькие масла вымывают вообще все и растворяют камни зубов камни поубирает вообще это великолепное средство но здесь вот есть такие истории там полоскайте по 10 минут нет нет это не то полоскать по 10 минут это не то это полоскают по 10 минут это при лечении десен при сахарном диабете 2 типа при тяжелых генгивитах это не то а я говорю что просто пополоскали выплюнули взяли пополоскали выплюнули так раз два три взяли раз два три тфу почему это мы вымываем получается этим маслом дырочки которые забиты кольцем и которые находятся которые распухают и через которые выделяется слюна на небе находятся такие слюны и железы с боковой части слюных желез боковой части ротовой полости верхней части в нижней части подъязычные и они обычно забиваются эти протоки и вот эти протоки если их открыть то исчезают гайморит улучшается общее состояние лицо даже моложе становится вот что делаете на щитовидной железы два узла может три узла что делать чтобы прошли смотрите узлы формируется так иммунитет фигачит машина разогналась а бензина нет чего не хватает йоду у вас узлы пишите тире йоду кальцию d3 не хватает я уверен что у вас еще и панические атаки и тревожности и муж раздраженный и так далее и секса не хватает и денег не хватает и отношений не хватает и все друг на друга бесятся и так далее морская капуста в сушеном виде 50 грамм до 50 грамм до так много 50 грамм насыпали добавили в йогурт размешали почему йогурт йогурт отличается от молока и почему я сказал в йогурт добавлять соду дело в том что если добавить соду в йогурт то там появляется углекислота которая связана с брожением и активностью вот этих микробактерий они называются отцы до бактерии и имеют название по моему есть циста sony и крипто sony крепто sony и вот эти бактерии которые образовываются это как стволовые бактерии кисломолочных продуктов которые полностью заменяют наши бактерии которые у нас кишечнике находится поэтому если щепотку соды бросить в настоящий йогурт то появляется ощущение как немножко как немножко как минералка как пузырьки там вот если это выпивать и эти пузырьки они рассеиваются по кишечнику мгновенно восстанавливая кишечник убирает у нас запоры диареи убирает у нас там сахарный диабет второго типа человек худеет и так далее проверено в великолепное средство для омоложения скажите пожалуйста и масла надо попить для улучшения эндометрия матки для поддержания в здоровом состоянии эндометрия нет нет причем тут масла я же сказал йод содержащие продукты нужно по принимать не масла кальций нужно попить нужно попить йодамарин вот что нужно оставить вагинально нужно мою мазь которая называется мазью она называется у меня эндометрикс эндометрикс убирает опухоль и убирает проблемы эндометрия великолепное средство также если нет месячных препарат дисминора длительная низкая температура 35 не хватает йода да не хватает йода вам не хватает йода это говорит о дисфункции мочеполовой системы дисфункции надпочек а вот при специальной худобе и так далее снизить температуру добавляем аммиак и пьем повысить температуру добавляем йод и пьем я надеюсь то что я рассказал вам было полезно ну я рад начнем работать искренние извинения психически нездоровым людям теперь вы знаете каким образом можно себе помогать друзьям и знайте также я на вас не обижаюсь и конечно мне просто жалко светлану которая мне до утра не говорила вчера сказала мне вечером что женщина и плохо и сразу сказал что это у человека состояние тревожности она обусловлена тем что у нас это произошло и в случае если легче и не станет до утра то тогда мы не вернем деньги и отправим ее в общем то пусть она дальше лечится и занимается собой в обычном там режиме своей жизни случае если вы готовы все таки чтобы я это у вас убрал давайте дождемся последнего дня не будем меня беспокоить по ночам и писать давай дуй ко меня спасай спасти вас от состояния тревожности никому не в силах в тот момент когда у вас припадок разве только что я не знаю откачивать из вас углекислоту в этот момент я не знаю как это можно делать я думаю что можно все таки делать каким образом горячий душ при панической атаке человеку показателен горячий душ почему ли горячая ванна если человек сидит в горячей ванне то он выдыхает больше углекислого газа и кислород усваивается случае если холодный душ что наоборот кальций магний d3 и жемчужный кальций подойдут до можно ли исключить молоко молочные продукты при эстрогенозависимой опухоли эстрогенозависимой опухоли да можно да очень высокий гемоглобин смотрите высокий гемоглобин проблемы вот здесь высокий гемоглобин это значит проблема легких и сердца чем надо восстанавливать для сердца комплекс амин для легких комплекс дмилон и туберсол тогда гемоглобин снизится высокие отеки у вас тогда нужно в холоде и в голоде держать кишечник вот смотрите сильно отекаете вам нужно в холоде и в голоде держать кишечник сильно отекаете по почечной недостаточности что нужно холод голод и спокойствие больные почки это больная психика а больная психика проблемы щитовидки если больная психика то нужно пассивные медитации смотреть в одну точку максимально себя успокаивать также человеку необходимо в этот момент если больные почки человеку необходимо холодное обливание продукты питания с ярко выраженным запахом дальше увеличивать наличие дофамина делать специфические упражнения с произношением слова ах вот так вот тогда и камни из почек выходят простые средства по убирание камней из почек и камни из желчного пузыря и желчного пузыря убирается сейчас весна начинается березовый сок самый простой способ устранения камней из почек и желчного пузыря это питье березового сока березовый сок по одному стакану два или даже три раза в день желательно натощак вымоет у вас и камни в почках и камни в желчном пузыре далее второй способ корейский знает что в корее люди не болеют совершенно заболеваниями желчного пузыря и мочекаменным заболеванием и это очень удивляет как белые зубы у негров которые живут в африке кстати почему у китайцев у негров белые зубы ответ заключается в рационе питания и китайцы и негры едят в большом количестве рис а что есть в рисе чего нет нигде в рисе находится кремний именно крем не является теми белыми зубами которые необходимы человеку есть крем не есть рис будут всегда здоровые сосуды и будут целые зубы и белые они тоже будут нет есть картошка вместо риса будут зубы желтые далее почему все-таки в корее не болеют желчекаменным заболеванием потому что в корее очень много едят редиски дайкон редиска редька и дайкон это вещества сок из которых убирает желчекаменное заболевание и заболевания почек поэтому в корее едят очень много красной свеклы очень много вот этого дайкона и если выдавливать сок из редьки редиски дайкона и пить этот сок по столовой ложке два-три раза в день то это вылечивает и убирает камни в почках камни в мочевом пузыре и камни в желчном пузыре в желчных протоков убирает холецистит устраняет застои желчи великолепное средство видите в рацион питания обязательно это также чем можно еще полечить берете синий изюм заливаете его уксусом яблочным настаиваете его 10 дней каждый день съедайте одну столовую ложку вот такого уксуса вот такого изюма он такой кисл кисловатый глюкоза из него выходит глюкоза превращается в инулин также вот таким изюмом можно вылечить камни в почках и убрать хронический цистит и хронический энурез начнем с начнем с а и как вкусно делают в корее из вот этого дайкона они берут этот дайкон берут его и складывают в банку режут кусочками такими большими белыми складывают банку после чего кипят от воду в воду добавляет соевый соус по вкусу выдавливать добавляет уксус обычно тоже он там рисовый какой-нибудь и добавляет приправку какую-нибудь обычно перченую такую и добавляет 2-3 столовые ложки на 1 литр сахара и вот это все оно должно быть кисло сладким и перченым и вот этим всем заливают банку с вот этим дайконом закрывает капроновой крышкой кладут куда-нибудь она там два-три дня стоит остыла потом открывают достают обмывают под водой вот эту вот этот дайкон кубики едят его это очень вкусно соли еще добавляют но обычно соевый соус но лучше соли тогда они белые такие очень вкусно получается кто был в корее знает о чем я говорю национальное блюдо как вот кимчи капуста так вот и вот такой дайкон кстати хочу сказать что моя фамилия дуйко она не связана с дайконом но она связана с рекой дуйко которая находится во владивостоке свое время антон палыч чехов в своей книге своем вернее рассказе который называется путешествие во владивостоке или путешествие по владивостоку описал некое место которое находилось во владивостоке это была река дуйко на одной стороне жили люди а с другой стороны были высильные цыгане их ловили по всей россии руси и выселяли туда чтобы они там жили потому что они были ворами гадателями ворошками и так далее и вот они там находились за дуйкой этих цыган всех называли дуйко то есть это называли как ругательственная дуйки или дуйко и наша фамилия нашей семьи она действительно была фамилией дуйко а потом когда приехали в украину и бежали из этого владивостока то фамилию дуйко поменяли на фамилию дуйко поэтому наша фамилия почему на о все украинские фамилии заканчиваются а боялись притеснений потому что рот был такой не сильно честный потому что там кто угодно был так что мой рот он тоже фиг знает откуда но это по отцу там дедушка был у меня такой у меня у отца вот я его помню он никогда не носил усы а потом стал седым таким красивый мужчина такой я как-то приехал к нему домой и он там выпивал и мама говорит то что-то ты должен хоть как-то на него повлиять потому что он бухает уже два месяца надо что-то делать он такой вышел весь дрожащий я здрасте он за время ценок и я его не мог узнать после у него сумасшедшие голубые глаза он седой такой но у него обалденные были прямо черно-монгольские усы вот цыганская порода сильно набрала вес из-за прогестерона йода не хватает йода не хватает поняли вот это всем надо начнем прямо сегодня начнем прямо сегодня принимать йод содержащие препараты с кальций d3 или кальцием магнием цинком и все будет нормально ну что и начнем давайте сделаем двухминутный перерыв я быстренько схожу в туалет и ночью а Продолжение следует... Продолжение следует... Моя мама была, поэтому они не пара. Это просто... А так вообще... Очень хорошие люди. Я вообще считаю, что все люди хорошие. Я своих родителей очень любил, очень люблю. Я всех люблю на самом деле. Родителей, родителей моей тещи и родню всю. Для меня, знаете, это является частью, наверное, моего мира. Мне нравится, как говорила моя мама, надо родочатись. То есть, это помогать всем родственникам. Это основа украинской жизни, основа украинского человека. Вот украинцы, они тем и отличаются, наверное, от других национальностей, что они очень-очень тепло относятся к родным. Ну, не все, но вот это в роду. Почему русский имеет широкую душу, будет идти домой, зарплату раздаст всем, а дети будут голодать. Украинец так не поступит никогда. Он, когда получит зарплату, можно подойти и сказать, дай, он скажет, а уже нет. Почему? Украинцы, они такие, они все прячут. Дело в том, что украинец, он спрячет, у него спросишь, почему ты прячешь и голодаешь? Он скажет, это одной дочке, это другой дочке, это маме, а это так на черный день. Почему? Это особенность украинского народа. Знаете, из-за того, что они все время были под монгольским игом, под хазарским каганатом, под влиянием чьим-то. Вот они, такой народ, знаете, они все прячут. Они прячут, сохраняют, приумножают. Могут вот, очень много антиквариата в Украине, и вот передается от отца сыну, потом, и вот десятилетиями, оно столетиями, представляете. Приезжаешь в семьи какие-то на западную Украину, и там заходишь в дом, и там огромное количество антиквариата, и говоришь, ну а зачем оно вам, оно же тут не вписывается никак. Человек говорит, ты что, это от бабушки, а вот это еще от прапрабабабушки, а вот еще, вот это вот бусинки, это там от прапрабабабушки. Это для них было драгоценностью, и вот оно как родовое, как по роду передается, эти коралловые бусы, какие-то вышиванки, которым там по 400 лет. Это, конечно, очень мило, так трогательно, ну бывает. Спирулину можно пить вместо морской капусты, у нас ее нет. Зачем вам что-то придумывать? Спирулину, там и так далее, морскую капусту. Найдите препарат, зайдите в аптеку и купите йод, содержащий БАДы. Их, слава богу, на сегодняшний день тысячи. Йодомарин, это там йод какой-то там еще, калий и йодид. Можете купить йод, капать его на молоко, одна капля йода на столовую ложку молока перед сном. Вообще, сколько необходимо человеку йода? Самый лучший препарат это люголь. Как люголь принимать? Препарат люголя принимается 10 капель на столовую ложку йода, 10 капель на столовую ложку молока перед самым сном. Делается это, 10 дней сделали курс такой, после этого одну неделю сделали перерыв, 3 курса. Ну, давайте все, уже хватит о йоде говорить. Итак, из-за того, что у нас вот эти все состояния, они связаны с тем, что у нас драматично, трагично погибли родственники, будем выполнять первую практику, которая называется откуп рода. Поэтому откуп рода должен успокоить человека и быть его менее раздражительным, менее вот таким адреналиновым, менее нервным и так далее. Ну и давайте это сделаем. Мы все люди, которые собрались здесь сегодня, мы все кланяемся перед нашим родом, все кланяемся перед этим очагом рода, все кланяемся перед вами. Все кланяемся, мы обещаем и принимаем то, что вы не доделали, мы сделали. Но то, что нам не по силам, мы передаем всем, кто будет нашими детьми, внуками и во весь род вперед. Пусть это будет не только нашим долгом, а ответственностью, а ответственностью и их жизни, продолжая их жизнь, увеличивая жизненный ресурс, желая иметь детей, желая иметь и реализовывать возможности. Мы передаем, мы несем ответственность, но мы сполна все выполнить не можем и мы это сделаем через свой род, передаем. Корень в дерево, дерево в ягоды, ягоды в зерна, зерны в птиц, птицы в небо, в небе тучки, в водичка, водичка, водичка в море, в море камень, под камень ключик. Делаем так. Ура! 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 Сада! Ура! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...